Поменяйтесь ещё пара. Поменяйтесь, быстренько, 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 быстренько. Кто не был, давайте, работайте. Вот кто здесь посидел, у них уже опыт появился. А вы всё что-то хотели теоретически научиться. Вот чуть-чуть поработать даже не получилось, но я уже находился в процессе. Это необходимо делать. Ну, пробуем, да. Начинайте, Паша, вы старше. Я ничего не понимаю лично, не знаю, как вы. Как вы там общаетесь, может, у вас уже контакт на таком уровне, что всё уже. Пошли и распили пиво там, быстренько. Ну-ка, давайте попробуем всё-таки. Я сейчас честно не понимаю. Пробуй здесь важно внимательно смотреть. И вам, если я внимательен к партнёру, то я тоже ему пробую послать подробно что-то, да. Быть подробным. Да. Тихо. Только не маши головой, не дёргай. Если хочешь сказать, ты должен сказать нет тогда просто. Спасибо. Ну и что, что вы говорили? Что он спрашивал? Как активно отвечал, да, да, да. Расскажи, на что ты отвечал. Дмитрий. Нет, всё нормально. На что отвечал? Не старайся угадать, как тебе показалось. Ну, как показалось. Что он тебя спрашивал? Может быть, я пью или курю там? Куришь ли ты у тебя спросил, да, или? Может быть, что-то у людей тут. Что ты у него спросил? Почти ты пива будешь. Ты пива. Почти ты пива. Это, видимо, я за задом тяну. Да, да. Все впечатляют. Ну, у всех праздничное настроение. А что ты? Ты это не понял. Как я странно говорил, так что-то там... Попробуйте задать вопрос. Вот сейчас он, чтобы он понял вас. Ты поедешь домой или нет? Я понимаю, что сейчас он уже знает это. Ну, попробуйте, чтобы созреоточиться. Сейчас лучше было. Потому что сейчас ты в себя делал. У тебя вообще есть немножечко такая вещь, да? На актерском языке это называется играть в себя. В жизни это называется сам собой заниматься. Ты как бы в себя работаешь. Соберите внимание. Что такое? Вы меня долго ждали и устали? Я понимаю, но нам нужно некоторые упражнения сделать, чтобы вы их почувствовали. Ты вот у себя немножечко работаешь. Вот так где-то там разговариваешь. А он существует вот рядом. Надо в него попасть. Вот распространяй свое влияние дальше. Иногда уходишь взглядом даже в себя. А? Он мне пытается сказать вопрос. А ты отвечаешь тоже активно. Тоже пробуйте. Отвечать можно тоже активно. Понятно? Хорошо. Сели. Два человека на сцену. Выходи. Теперь кто хочет. Вы, у вас сейчас будет минута. Вы можете обговорить любое действие, да? Любое. Зарисовку. Ну, там вы встречаетесь, либо просто стоите, рассматриваете что-то. Либо что-то между вами вчера произошло, и вы встретились первый раз в аудитории. Это вы сами обговорите. Мы никто про это знать не будем. Да? Вот какое-то действие. Оно должно идти не больше там двух минут. А глазами? Нет. Вы можете ходить, делать, садиться. Нет. Но не должно быть такого немого действия, когда я там что-то вот показываю, да? Это такое не пауза, а как бы действие без слов. Но если вам нужно будет что-то сказать, ну, чтобы только вы все в текст. Вы это играете. Наша задача, ваша задача – проследить за их мыслями, потом их рассказать. Вот эта половина будет следить, ну, как бы в основном, потому что все равно будет проследить за взаимодействием, за Иреной. А эта половина будет за Оксаной. Понятно? Хорошо? Да, вы можете обоговорить. И давайте еще пара есть. Еще одну поможете успеем. Кто хочет еще? С кем? Что-то подобное. То же самое. То же самое. То же самое. То же самое. Вы сейчас можете пока здесь сидеть, поговорить, потом пойдете. Да, да, да. Больше двух пар мы просто не успеем. Самое, кстати, интересное – смотреть за тем, когда люди сговариваются. Самый интересный момент. Ты у нас будешь эксперт по твоей паре. Нет, ребята, тогда я буду знать все. Я должен тоже не сдать. Мне же тоже нужно смотреть за вами. Попрослю какую-то ситуацию. Вчера она отбила у тебя мужика, ну, грубо говоря, да? Все, мы бы встретились. Что реально, Господи? Все в жизни реально. Договорились? Время уходит. Договорились? Чего вы там боитесь-то? Хорошо, еще обговоритесь. У вас готово? Хочу уточнять. Это просто должна быть какая-то сценка, которую должны… Может быть, зарисовка. Сценка имеет развитие, события. Здесь не обязательно. А вы должны угадать, что подразвивалось. Да, да, да. Тогда мы готовы. Садитесь, садитесь. А вы садитесь сюда как-нибудь. Спасибо. 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 Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну, это стало понятно, да? Воровали произведения искусств. Вот, показывали очень много. Я бы и хотел, чтобы это было... Вот мне бы хотелось, чтобы это было действие такое... Ну, вместо действия мы нашли, чтобы оно было более спрятано. Сейчас вы пробовали его, наоборот, обнажить, да? Если вы замечаете, да, то актёрское искусство вообще, оно не стоит на месте. Да? Вот если раньше люди пробовали всё показать, что внутри происходит у него на сцене, то сейчас они, наоборот, всё прячут, чтобы зритель догадывался. Играет тонко, да? Человек смеётся, и в это время ему страшно. Чехов первый дал такой театр, да? Все вроде разговаривают, а там такие конфликты происходят. Они происходят не наружу, не в этом, а происходят внутри людей. Да? И этот театр дал новый толчок. Так же интересно и здесь. Если немножко расшифровали всё, я могу рассказать. Давайте попробуем рассказать. Вот мне что нужно, чтобы я мог взять и рассказать, догадаться о мыслях. Господи. Аня. Что ж такое-то? Зал заткнулся. Точно знаю, что тебя зовут. Аня. Вот я хочу рассказать. О чём она подумала, да? О чём она, куда она пошла? Что с ней произошло? Где она испугалась? Где она насторожилась? А в это время она может пить чай. Понимаете? Сидеть и пить чай. Там такая кухня внутри, что ли. Отхлёбывая, да? Улыбаясь. Или просто рассказывать анекдот подруге. Вот она рассказывает анекдот подруге. Пьют чай. Смеются, да? После этого подруга падает замертво. И я это угадал, да? Что она её траванула. Траванула. Что в это время по каналам она рассказывала. И я угадал через то, что она делала. Не понял, а угадал. Понимаете? И актёрское искусство и в жизни нам. Мы сталкиваемся с более тонкими проявлениями людей. Потому что часто вы встречаете подруг, знаете, как она к вам относится, а она с вами разговаривает. Как ты классно выглядишь сегодня? А ты почему делала бы? Внутри у неё, да? Ой, ну как? Он всё ещё с тобой. А внутри у неё. Когда же он бросит эту... И так далее, да? Таких... Вы догадываетесь об этом. Но в жизни человек же скрывается словами. Вы должны догадываться ещё о более тонких вещах. Это так... Есть ли у вас что-то, да? Ребят, вы же хотите, да, расслабиться. Вы хотите побороть какие-то комплексы, хотите стать посвободней, да, общаться. Для того, чтобы это делать, надо выходить на сцену. Не потому что она спасает, а потому что вот этот момент, когда вы делаете вот так, преодолеваете себя и идёте сюда, он важнее всего. И то, что вы там сделаете. А вот этот момент, вы приучаетесь в себя. Доверять себе. Выходить. Быть публичным. Быть публичным. Вот сейчас у кого-нибудь из вас, вот здесь вот я попрошу. Вот вы выйдите. Покажите нам любое упражнение, которое хотите. Фактическое? Нет, только чтобы мы сделали все. Из тех, которые я делаю. Из тех, которые кто-то ещё делает. Нет, так, а мы тут при чём? А мы должны посадить. Я не знаю, как. Вот вы, я не тот педагог. Ну, какие вы делаете? Я с вами подпозрена. Посмотрите, да, садись. Я просто... Очень сложно. Сложить я сюда посаду, понимаете, сложно, да? Ну, как сложно. В принципе, да, оказаться там. Как сложно там оказаться и начинать, что сейчас до тобой шли люди. Вот для того, чтобы сюда выходить, да, вот я сейчас попробовал так, извини, такую сложную, такой сразу крайне сложную задачу поставил. Вот. Которая, в принципе, невыполнима. Любого сейчас вас выведем на аудиторию, и вы умрёте от страха. Не потому что вы знаете мало, и вам нечего сказать. Потому что вы испугаетесь. Надо выходить. Понимаете, про что я говорю? Чтобы потом не выйти никуда. Самое большее, на какое общение вы будете способны, это в тёмном углу собственной подружкой там с хорошей, и шёпотом. Обращаюсь ко всем, потому что у нас начнутся занятия игровые, где вам нужно будет выходить и играть, выходить и играть, разные ситуации, ещё что-то, подсмотренные в жизни, прочитанные, ещё что-то, и играть. И тоньше и тоньше. А вот вам всем остальным смотреть и замечать, и замечать, что с людьми происходит, и замечать мелочи. Хорошо. Напоследок сделаю одно ещё упражнение. Очень сложное, но вы попробуете его сделать. Помните нашу игру в киллера? В киллера. Только тогда мы ходили и стреляли, да, вот так вот. А сейчас вы закроете глаза. Это сложное упражнение, оно такое, вне конкурса пойдёт. Закройте глаза, я пройдусь. До кого ты дотронусь? До кого я дотрагиваюсь? Тот киллер. Дальше вы открываете глаза. Есть такая игра, называется, по-моему, мафия. Да? Это не чистая мафия, которую делают. Вы начинаете выяснять, кто вам, как вам кажется, сейчас себя ведёт неправильно и так далее, да. Выясняете, кто киллер. Мы его убиваем. Вы его убиваете путём голосования, как угодно. Пожалуйста. Потом, одну ночь сделаем, не успеем больше. Потом закрываете глаза. Киллер кого-то убивает. Я скажу, киллер проснулся. Он один открывает глаза, да. Показывает мне, кого он убивает. Понятно? Вы ещё раз просыпаетесь утром и угадываете. У вас две попытки есть. А как он себя неадекватно ведёт? Не знаю. Вам нужно найти. По движениям, по импульсу, по энергии. По тому, как он себя может задавать вопрос. Я говорю, ну как, ты сегодня киллер? Нет, он так сюда улыбается. Понятно. Так, ищем. Как провоцирую. А может, кто-то по-другому. А двигаться можно? Двигаться можете, да, 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 да. Спорить можете. Потом, вы обсуждаете, обсуждаете. Я говорю, стоп, обсуждение закончилось. С голосованием. Ваши кандидатуры. Вы говорите, там, Паша, Рима, Лена. Да? И мы голосуем за Пашу, за Риму, Лену. Паша набрал, допустим, больше всех. Вы его убили. Вы закрыли глаза. Да? Я говорю, все закрыли глаза. Вы закрыли глаза. Наступила ночь. Киллер проснулся. Просыпается истинный киллер. Которая была Лена, само собой. А она показывает, я убиваю кого-то. Яну. Киллер заснул. Я говорю, все проснулись. Яну убили. Киллер среди вас еще остался. И вы опять обсуждаете. Кто же это может быть? Да? Тут очень важно провоцировать и внимательно понаблюдать друг за другом. Вообще, с этого дня старайтесь наблюдать друг за другом очень внимательно. В группе. Какие изменения в прическе, в настроении. Прямо с самого начала. Понятно? Это задание. Закрыли глаза. Все заснули. Наступила ночь. До кого я затронусь, тот будет киллер. Понятно? Понятно? Угу. Открыли глаза. То-то у вас кирилл. Давайте только активнее работайте. Активно задайте вопросы друг другу. Вы можете здесь искать, там искать, вы там тоже можете. Можете ходить, можете подходить к кому-то, задавать вопросы. Настроение хорошего? Открыли. Да. Открыли. Пойдем? Пойдем? Ударь. Пока. Смотри куда. Смотри куда. Где мост много друзей. Дай. Которых хочется отстрелять. осталась минута спасибо как вам кажется кто света еще аня света аня я на рима и дима выясняйте быстро кого-то кого за кого голосуем за риму голос 1 2 3 4 5 5 человек есть за рима запоминайте какого еще все я на коза я был 1 2 3 дальше 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 проголосовали уже время дает дальше 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 быстрее быстрее аня кто за аня один голос оля кто за волю все понятно значит что у нас рима была киллер рима была киллер да ночи не понадобится вы угадали первого раза хорошо хороший результат правда рима стала вот так она такая тихо и сидит толкает как-то киллер не заметно может быть не потому что я смотрел хорошо теперь давайте сделать раз у вас ночи не получилось теперь давайте сделаем вот так вот у вас одна половина будет да а вот будет другая половина нет сейчас вы закроете ваша команда назовите как она называется Дмитрий будет команда будет Дмитрий капитан это команда Паша он мне скажет ответ вы все будете объяснять я кого-то здесь выберу да вы закроете глаза и вы там посмотрим кто выиграет закрыли глаза это команда вы можете не закрывать вы будете знать ваша команда может не закрывать я из нас кого-то выберу прошу ищем опять то же самое с вопросом да да вы можете подходить спрашивать провоцировать предлагать что-то четыре мы вообще не смотрим да не можно на второй раз почему не может как раз таки скорее всего да вы должны все я у Дмитрия приму ответ задавайте вопрос вы слишком сидите это так вы не расколете да 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 просто мне интересно ты на всех так смотришь интересно на нем признавайтесь кто киллер честно так мы тебя и проверили особенно с этим жестом и с глазами которые были в пол с и дмитрий скажет мне ответ вы должны дмитрий ну у нас будет время обсудить секунд 30 хотя между собой давайте осталось 15 секунд до обсуждения ну что кажется смотрите за мелочами тут мелочи только могут помочь да не знаю нужно догадать обсуждайте мы угадаем ну ну и предложили дмитрию скажете он скажет дмитрий участвовали в обсуждении девчонки закрыли наш боевой авангард или сестра просто ходячий а они не так искренне господи не стесняйся да ладно все все тут мужчина они что м ну время осталось немножечко все ответ Нет, Дмитрий, говорите, Дмитрий, говорите, Ольга, Ольга, вы угадали, ребята, ну что ж, давай, не заберем, это просто нельзя, она себя выдала, молодцы, молодцы, хорошо, два раза угадали, это хороший результат, закрыли глаза. Закрыли глаза, закрыли глаза, вы можете не закрывать глаза, это половина закрыла, а это? Можно. Подбор Кирилл, выбираем, кто? Все, да, попробуем. Потому что Кирилл пытается вести себя, мы сам, скажем так, громче не принуждаем, а остальные все начинают проковениваться, чтобы сбить всех с толку. Ну, вот это, резко начали все. И переходим тогда на гатаринку. Стабильно, стабильно, стабильно. Лучше наблюдать, вы много обсуждаете, а наблюдать забываете. Наблюдать, запросы задавать, иначе человеку можно поставить в ступик вопросов. Он замешается, он замешательствами может сработать. Ищите, ищите способы. Сложное упражнение, но возможное. Стабильно, стабильно, стабильно. Центр тяжести. А почему они решили, что это Наташа тоже? Да, кстати, она угасалась. У нас остановка такая была. Стабильно, стабильно. Центр тяжести. Центр тяжести. На обе ноги. Переести на другую ногу. Вторая должна быть свободна совершенно и расслаблена. Контролировали на другую ногу. Если она вот здесь стоит, вот так, почти параллельно, то чуть коленки лучше сгибать. Чуть-чуть, но не нужны специально. Если так, то она может быть прямо. А здесь лучше коленки. Очень хорошо, кстати. Расслабленная нога, походили. Вспоминайте, ногой. Походили чуть-чуть. Расслабленной ногой. На пяточку вы перекатывались. Вспомнили открытое. Открытое солнце сплетение. Не ходите так? Вот. Вообще. Ну, нет, 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 нет. Такое бровновское движение. Вообще. Где хотите. Хорошо. Бум. Вспомнили плечики, руки. Расслабленные. Плечи, которые нужно надеть. Руки расслабленные. Полная уверенность у вас дожать. Вы уверены в себе. Клечики чуть-чуть сюда. Смотри. Уверены в себе. Вот уверены. Полностью. Вы самые умные. Вами восхищаются абсолютно все люди на земле. Все жаждут с вами знакомства. Не надо, сейчас мы не увеличили. Ничего, ничего. Сейчас мне, Ваня, величие ваше нужна. Ваня, величие это нормальное. Звездная болезнь это сложнее преодолеть. Хорошо. Походите, вспомните, как мы надевали плечи. Да, вспоминайте, что я делал с телом. Хотите, чтобы это осталось. Да, как мы надевали, как мы встряхивали. Как мы пробовали свои руки, чтобы они были расслаблены. Мы перестали уже махать руками. Все, да, уже. Встали, все туда. Вспомним это упражнение скриписта. Чуть-чуть. Поставим ножку. И ручки в бок. Кто как хочет. Какому как удобно. Нога чуть-чуть отставлена. Очень неуверена. Все хорошо у вас. Наташа, точно, абсолютно. У вас все хорошо. Уберите проблему с лица. У вас все хорошо. Вообще, вы замечаете, у некоторых людей проблема застывает на лице. Да. Наталья, ее надо снять. Татьяна, по-моему. Нет? Ушиб. Татьяна. Тоже надо ее снимать потихонечку уже. Да, Татьяна? Жизнь не так ужасна. Я могу показать проблему. Страшная какая-то проблема. А бывает такая. Некая такая нюрис. Тоже все хорошо. Тоже все хорошо. Никто тебя обижать не собирается. Сзади никто щелбаны не бьет. Клянусь. Сзади стоит хороший человек, который тебя обожает. Посылает тебе хорошую энергию. Хорошо. Готовность? Все, спасибо за занятие отдыхать. Спасибо.